Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас принуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что лжоки и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе, слушайте, думайте, пишите. Друзья, благо и света истины в безбремене всем, кто думает, понимает, борется, осознавая, что можно победить тело, можно запугать разум, но невозможно победить свободу и силу души, которой есть частица Творца. Два ролика в воскресенье в понедельник отняли очень много времени и сил, но я очень доволен, так как они понравились большей части подписчиков. Я уже говорил, что в нашей отражении есть вещь в себе и крайне нестабильная. Эта дикая смесь осколков разных эпох, разных отражений и одно проявление тени часто заменяла другое, очень похожее, но иное. Я уже приводил классический пример Париж 1878 года, вставший как по взмаху волшебной палочки на месте снесенного в нуль города, превращенного в груды радиоактивных руин. Вообще, друзья, по нашему времени, если вокруг вас толпа хомячков начинает крутить пальцем у виска и говорит, что у вас не все в порядке, что вы пили, что вы курили, то значит вы на правильном пути. Я пытаюсь мягко и осторожно показать вам изменчивую реальность мира, в котором нарушена равновесие. Замечу при этом, что наличие купола над нашими отражениями ничего само по себе не меняет, ибо равновесие не терпит ограничений в пространстве. Через несколько роликов я постараюсь вам дать перечень незыбленных истин, на которых существует реальность образа, сотворенного создателем силой мысли и творческой воли слова его. А разные купола, они рассасываются, как утренний туман. Теперь я посчитал, необходимо вернуться к работе Александра, и сейчас я вам зачитаю его письмо в продолжение того, что я зачитывал в воскресенье. Он не просил его зачитывать, но я все равно зачитаю. Потому что это пусть и сырое, пусть не очень до конца доработанное, но это четкое понимание того, что такая версия имеет право быть, и она в реальности подтверждается многими и многими факторами. То есть, Александр сам по себе строго относится к своим изысканиям и открытиям. Так и должно быть. Меня очень удивляют письма некоторых слушателей, которые приводят меня в пример кого угодно из фантомных персонажей истории. То Петра Первого, то Князя Владимира, то Линкольна. Друзья, не поленитесь и посмотрите мои ролики на эти темы, а потом пишите. Этих персонажей в истории никогда не было. В мире сегодня есть не так много базовых, живых, мысл, слова и смысл несущих языков. К ним можно отнести смело русский или язык русов, татарский, грузинский, остинский, лакский, язык, нохчий, даргинский, татский, персидский и еще целый ряд драгоценных языков разных отражений. И два мертвых языка науки, латинский и арабский. Все остальные языки никакого смысла и значения не имеют, даже несмотря на свою красоту и пивучесть. Ибо они вторичны и их фундамент, как у французского, имеется, например, в другой месте и в другой эпоху и у другого народа. Потому что базисом французского языка является язык лакски маленького горного горского народа Кавказа. И сам он, этот язык, искажен искусственно латинским языком. А шотландцы, например, слабая генетическая копия чеченцев. Английский язык – плохая и убогая копия языка русов. Но об этом не в этом ролике. В конце ролика именно тех подписчиков, которые нашли возможность помочь каналу, там же ссылки для тех, кто имеет желание найти такие возможности и время для этого. Кстати, друзья, ролики о Швеции на запасном резервном канале есть. И посмотреть их – тоже ваша помощь каналу. Почему-то при таком количестве подписчиков последний ролик про Швецию подставил менее 5000 человек. Ну ладно. Итак, письмо Александра. Добрый день, Марат. Думаю, моя идея – это, как говорят техники, да и в других науках, тоже есть это эффект накопления ошибок или ошибки. Если поступающая к вам информация нелогична и не вписывается в то, что вам внушали и пропагандировали, в конце концов вы получите так или иначе ответ. Помни, любая система стремится к равновесию. Я, кстати, говорил о том, что всегда, любое нарушение, всегда все равно все вернется к системе равновесия. Если в вашей голове нет равновесия и понимания происходящих процессов явления, у вас два пути. Уйти из жизни. Нет, умирать не обязательно. Пьянство, наркотики, рок-н-ролл тоже пойдет. Или начать мыслить – это второй путь. И понимать, отворив дорогу, я добавлю от себя своей душе. У любого одухотворенного, то есть имеющего себе искусств создателя несущего, есть только два пути. Либо уничтожить себе искусств создателя и стать таким, как все, то есть стать частью стада, не имеющего никакого смысла в своем существовании. Либо дать волю душе. А дальше душа знает, как управлять вашим разумом, как управлять вашим сознанием. А сознание и разум уже будут управлять вашим телом. И, кстати, телу будет намного легче и радостнее жить, если воля принадлежит не телу, а душе. Все, вся информация открыта везде. Я пользуюсь, пишет Александр, интернет-ресурсами для поиска информации и нахожу все, что необходимо, пока без каких-либо проблем. Идея, что я представил на суд ваших зрителей, упрощена очень, но, к сожалению, тоже не все способны ее понять. Думаю, люди немного разучились думать или им лень. Я бы сказал так, не люди разучились думать, а разучили думать детей, добиваясь того, чтобы дети перестали быть людьми. У меня нет никаких инсайдеров по ночам, пишет Александр, и ночью я не слышу никаких голосов. Просто логики и анализ материала, которые у всех на виду. Понятными становятся многие вещи, что не стыковались в моей голове. Зачем камикадзе каски опустим в сторону? Я вмешаюсь в его текст и скажу вам несколько фраз, которые надо понять и принять навсегда. Первое. Хомячки не боятся умереть, когда делают это. Они просто боятся жить. Те, кто делают это, они не боятся умереть, они боятся жить. Бойтесь заразиться, запрыть из дома. Бойтесь уханьки, купите веревку и мыло. Это самый лучший выход для вас. Зачем веревка и мыло? Да просто они самые эффективные средства от насморка, геморроя, шизы и уханьки заодно. Да и вообще самые лучшие средства для тех, кто вместо того, чтобы жить, все время лечится от журнальных и телевизионных недомоганий. Вместо того, чтобы жить, люди занимаются рабским трудом или лечатся от каких-либо недомоганий. И оправданий какие угодно. Типа, знаете, детей кормить надо. А зачем детям, которых в это время в школе превращают, зомбируют и превращают в нелюдей, ваше такое кормление? Зачем им оно? Лучше пойти с этими детьми хижину в лесу построить, намного больше пользы будет. Нет и не может быть коллективного иммунитета. Иммунитет у каждого свой. А вот коллективное помешательство толпы давно изучено. Социум не помогает человеку, а превращает человека в коллективное животное, которое начинает не мыслить в своей жизни без жизни в огромном городском улье, где он ничего сам не умеет. Он не умеет строить дом, он не умеет работать плотницкими инструментами, он не умеет выращивать овощи и фрукты, он не умеет ухаживать за животными, он не умеет собирать грибы и ягоды, он не может охотиться, не может ловить рыбу. То есть он не может пошить одежду, не может пошить себе обувь, то есть он на самом деле ничего не может. Поэтому он и живет в муравейнике, работая, чтобы купить плохую, например, китайскую одежду, китайскую обувь, китайское нижнее белье и радоваться возможности пойти купить дешевое пойло и дешевую еду в пакетах пластиковых и считать, что это нормальная жизнь. Но это не жизнь, на самом деле это страх жить и страшное желание сделать это равнозначно желанию пойти купить веревку и мыло. Я еще раз повторяю, коллективное помешательство толпы давно-давно изучено. Идем далее. Читаю дальше Александра. Пожары в Сибири и вырубка лесов, причем одновременные, идет борьба с выбросом углекислого газа и одновременно вырубаются миллионы квадратных километров лесов, как одно с другим сочетается. Ну все просто. Кислород разрушает купол, а дым пожаришь, который, по моему неправильному, конечно, мнению, происходит, не случайно, закрывает солнечный свет и задерживает таяние купола. К тому же, мне кажется, что за вывоз древесины китайцам доплачивают, поскольку один деревянный брусок размером 5 сантиметров на 2,5 сантиметра и длиной 3 метра стоит в США 1 доллар. То есть на минимальную зарплату один американец может купить 2400 брусков. Возьмите свою минималку и посчитайте, сколько брусков с ближайшей лесопилки или лесобазы вы сможете купить. Сейчас людей уже эвакуют из Якутии. Думаю, там будет происходить то же, что и в Австралии. Опять включаюсь я. Мне тут очень умные люди пишут, что в Австралии все закончилось и протесты помогли. Не знаю, что у них с мозгами происходит. Мышке, когда с ней играет кошка, тоже все время кажется, что и сейчас она спасется, когда кошка ее отпускает на пару секунд. Меня сильно поразила новость из Франции, где при обосновании новых мер санитарного фашизма сослались на прекрасный пример из страны под названием Туркмения. Еще недавно это была совершенно запретная диктатура. Ничего хорошего про Туркмения нигде не говорили. Но самое примечательное, что кто составлял этот бред, бредовый текст для голосового правительства Франции, либо сознатель, либо скудоумие, даже не понял, что это в принципе наихудший пример, который только можно придумать, если они говорят, что Франция это демократическое государство. Ибо в самой Туркмении давно установлен марионеточный фашистский режим, контролируемый марионетками более высокого уровня из КНР. Далее опять Александр. Люди могут видеть кого-то или что-то, что снесет им крышу или полностью поменяет мировоззрение. Когда люди, ужаренные этим, будут сидеть в городах, их легче контролировать и продолжать рассказывать им сказки. Так же хорошо сейчас сгорят леса и в Канаде. Вот что интересно, раньше как-то леса так не горели, а сейчас они постоянно горят. Вы не задумывались над этим? Немного усложняем пояснение. В одном комментарии прочел, что деревья, я думаю, что автор комментарии имел ввиду деревья, что были 100 километров, пеньки, которых стоят по всему миру, сгорели. Могу ответить, нет, не сгорели, а превратились в камень различных пород. Деревья же разных пород росли на земле. Да, ну все, скажут читатели, слушайте, мальчик не только обкурился, у него еще и голова окружения от успеха. Почитал пару хвалебных отзывов и парня снесло. Попробуем все же разобраться, чем сразу с дивана закидывать автора идейными тапками. Все знают, что существует вода из артезианских скважин. Она в основном подается с глубины от 300 до 1000 метров и содержит в себе соли и растворенные в ней металлы. Но на вид первое время она абсолютно чистая и прозрачная. Но если вы напьетесь неочищенную, нальете неочищенную воду в банку, то через некоторое время на дне банки и на ее стенках у вас образуется осадок. Почти всего всегда рыжего цвета. Это растворенный в воде металл и различные соли. Найдите в интернете сами фото заросших отложений водопроводных труб и убедите сами или откроете кран, когда у вас ненадолго отключили воду и увидите, что у вас идет из крана ржавая вода. Нет, это не ржавчина из труб, это смесь солей и металлов растворенных в воде. Она образуется, как давление в трубе падает и примеси высвобождаются. Если поставить молекулярный фильтр, который пропускает только воду и прокачает через него миллион литров воды, вы получите у себя некую субстанцию, очень сильно напоминающую обогащенную или не обогащенную железную руду. Если, конечно, мы прокачиваем воду, где в ее составе преобладает железо. Ну и что, кому пойдет в голову качать триллион литров воды, чтобы добыть тонну железа? Вот пошел и нарыл месторождение на планете завалить. Но давайте подумаем, а кто нам нафильтровал на земле столько воды и заготовил нам месторождение? Какой очень хороший дядя нам помог? По моему неправильному мнению, не совпадает конечно с официальной, что некоторые микроорганизмы собирались и миллиарды лет качали железом или месторождение просто падали из космоса как огромные метеориты, когда земля была еще жидкой, плавали по поверхности, пока она не остыла. Не нужно смеяться, это официальные версии, действительно, версии официальные совершенно дикие по любому вопросу, начиная с нефти, угля, железа и так далее. Это официальные версии, где люди получали ученые степени, квартиры, дачи, государственные пенсии и много других всяких плюшек. Поэтому, что ни придумаешь, все прокатит. То же самое мы сегодня наблюдаем там, когда речь идет о буханьском призраке. Ус утра встал, кофе выпил и новый нарыл вариант этого самого буханьского призрака. Все много проще. Представим, что на земле было давление нормальное, атмосферное давление, скажем, ну, было, представим себе, 10 атмосфер. Воздух был гораздо тяжелее и вода дерева, скажем, 3 километра была нормальным явлением. Все мы знаем, что деревья высаживают воду из земли. Я думаю, что деревья старого времена были устроены так же. Теперь одновременно по всей той территории, где мы имеем честь проживать, одновременно и сразу падает давление в 10 раз. Что происходит? У деревьев есть свой молекулярный фильтр из клеток, которых состоит дерево. Этот молекулярный фильтр рассчитан на то, что при нормальном атмосферном давлении, как мы помним, равно 10 атмосферам, пропускать воду и оставлять все, что нужно дереву. Друзья, я читаю только версию Александра, я никаких своих комментариев стараюсь здесь не вставлять, иначе это растянется на часы. Теперь атмосферное давление упало на 10 раз. Что происходит? Гигантские деревья, уходящие корнями на километр глубь земли, превращаются в гигантские трубы для перекачки воды из земли на поверхность. Ведь давление упало, если вы куда-то, где высокое давление сохранилось под землей и воткнете палочку, оттуда будет струя воды бить, как вот струя нефти бьет во время бурения скважины. Насосом служат, как мы понимаем, сами деревья. Мы понимаем разницу давления между поверхностью и подземной частью. Клапана мембран клеток дерева не функционирует должным образом и открыто на выпуск воды, но молекулярный клеточный фильтр продолжает работать. Теперь представьте эту катастрофу планетарного масштаба. Вода снизу рванула к поверхности как под трубопроводом и начала поступать на поверхность огромными струями. Все гигантские деревья на планете превратились просто в гейзеры воды, которая не могла просто так никак закончиться. Вот вам первый всемирный потоп, никакой господь не разгнялась и просто обычная неисправная гидравлическая система. Опять включаюсь я. Это отступление в сторону, чтобы скучно не было. Согласно статье F3 242 о генной регистрации и статье 1225 об интеллектуальной собственности, все, кому были введены такие жидкости в виде того самого искусственные компоненты встроены в генетический аппарат человека, редактирование генного аппарата человека. Все эти компоненты запатентованы и у них есть частные владельцы. С момента принятия этого кода вы уже скот бессловесный и частная собственность владельца того самого, что вы в себя запихнули. Кто владельца вы можете сами легко найти в интернете. Далее переходим опять к Александру. Да, еще вот я просто говорю, что не надо обсуждать что там как там а что будет если сделать одно, а что будет если сделать два, а что будет если сделать три. Ответ простой Тавро это причем регулируемое не понравились вас уберут. Кого надо всегда уберут. И с момента ведения этого человек становится чьей-то собственностью, чей легко найти. Посмотрите на зал так сказать Ватикана. И вы там увидите кто сидит в центре пасти того самого персонажа. Далее как любая скважина давление постепенно исчезает и в сомнении нефть перестает течь и надо откачивать. Никакого волшебства магов экстрасенсов шаманов в продвинутых личностей. Ничего чистая биология раздел цитология химия физика и гидродинамика. Это не какая-то секретная наука для непосвященных. Эти все науки преподают в школе и вузе. Дальше деревья спилили, а часть упала сама и все недор земли выкачаны. У вас на поверхности чистый гиршефт. Бери руду обогащай, доставай что нужно, остальное все в отвалы. Также я столкнулся с проблемой исчезновения информации, пишет Александр. Не могу найти на просторах интернета как выращивали раньше бонсай карликовые деревья. Я в детстве смотрел документальный фильм, где рассказывал как японцы выращивают такие деревья. Их высаживали под стеклянным колпак и откачивали воздух и деревья в условиях низкого давления росли маленькими. Через год их высаживали в горшок и они продолжали расти, но они уже не становились огромными и как бы если бы их семена посадили бы этих деревьев на улице. Теперь их под колпак не сажают. Искусство бонсай стало китайским. просто подрезают каждый год у них корни и они тупо не растут. Но листья у китайских растений все равно большие. Тоже произошло с деревьев на земле. Они уменьшились из-за падения давления, как и люди, я думаю. Но это Александр думает. Думаю, что все те, кто стали хомяками, населяют нашу землю, очень волнуются. Если разрушится купол и давление нормализуется, достигнет постепенно нормы, скажем, 10 атмосфер. Я никто не знает, на самом деле, какое будет давление на земле, пусть то, как купол полностью растает. Знаю я одно. Все процессы происходят постепенно. Если вас, конечно, поместить в барокамеру, моментально повысить давление в 10 раз, результат будет печальным. Также хочу сообщить вам, вы не деревья и не твари бездушные и даже не клоны. Вы дети творца и неужели вы подумали, что человек это самое приспосабленное существо на земле и творец оставил нас без защиты. Александр в этом плане у нас есть вся защита, только мы ее почему-то сами отвергаем. Из серии вы знаете, что давление внутри вашей клетки, из которого состоит ваше тело, может достигать 2 МПА. Ну и что скажете вы, всего 2А давление на земле будет 5 или 10 атмосфер. Но если мы просто применим конвертер, не валют, а величин давления, то судя Лене знает, что наша клетка может изнутри находиться под давлением 20 атмосфер. Что поолегчало, сразу вызывает вопрос, как она не взрывается сейчас, и как она быстро сможет перестроиться, чтобы удерживать атмосферное давление. Легко. Выдержка из научной статьи. Помните, от вас ничего не скрывает. Задавайте вопросы, всегда получите ответы. Читаем статьи выдержку. Теоретическая основа осмоса и осматического давления в клетке. Осмос процесс диффузии воды через полупроницаемую мембрану. Он происходит из области высокой концентрации воды в область ее низкой концентрации. Растворение вещества в воде приводит к снижению концентрации вещества воды в данном растворе. Следовательно, чем больше концентрации вещества в растворе, тем ниже в нем содержание воды. Кроме того, вода диффундирует из области с низкой концентрацией вещества в область с высокой концентрацией вещества низким содержанием воды. Образднатное явление наблюдается, если поместить клетку в концентрированный раствор соли. Сквозь мембрану вода из клеток диффундирует в раствор соли. При этом протоплазма сбрасывает оболочку, клетка сморщивается, теряет тургор и стойкость, свойственная ее нормальным состоянием. Это явление называется плазмолизмом. При помещении плазмолизованных клеток в воду протоплазма опять набухает и клетки восстанавливаются тургор. Происходит при этом так называемый диаплазмолизм. Это можно наблюдать, помещая цветы, который начинает вянуть в воду и только в изотиническом растворе, который имеет одинаковую концентрацию, вернее одинаковое астматическое давление содержания клетки, объем клетки всегда остается неизменным. но мы знаем легко значит когда без сухости растения вянут листья становятся вялыми достаточно например что пошел хороших дождик они тут же оживают листья становятся упругими блестящими и есть орган сам разберется с этой проблемой в состоянии выдержит давление в 15 раз больше нынешнего при условии конечно его постепенного небыстрого повышения повышение давления не будет быстрым оно будет постепенным а вот тварям и клонам им придется прятаться в подземных бункерах под землей они уже оттуда управляют пытаются нами потому что все более некомфортно здесь чувствовать себя или жизнь закончится навсегда они созданы не творцом и таких механизмов у них нет обратите внимание опять-таки что никакой мистики это никакой мистики у Александра нет и он сам пишет что никакой мистики никаких инопланетян и выхода или выпадения в астрал и получения там полный мультик конечно приправлены частичками правды чтобы в это поверили только те знания которые мы все знаем и логика больше ничего помните от вас ничего не скрывают я абсолютно согласен с Александром не надо уходить в мистику не надо уходить в то что никто никогда не может ничем доказать не надо верить в то чему вас пытаются так сказать что вам пытаются все время внушить на самом деле все гораздо проще все гораздо проще дайте волю душе она сама разберется где слово истина ну и конце от себя могу сказать когда вас придут эвакуировать думаю в подземное убежище от страшной воли не стоит торопиться эвакуироваться подумайте откуда такая забота они вам ничего не сделают не в состоянии это сделать прав нет да и не нужно им это будет я все время говорю для того чтобы все это безобразие прекратилось достаточно чтобы люди сказали нет кстати во Франции обязали так сказать медиков делать это обязательно иначе будут к ним жесткие меры приняты 15 сентября многие медики уже сказали ну что нам прямо сейчас уходить или до 15 сентября доработаем это активно обсуждается высший медицинский персонал тот который топит усиленно топил вернее за все это вдруг опомнился я подчеркиваю вдруг опомнился и стал так сказать недовольным как только очередь дошла до них то есть когда они делали это бабушкам дедушкам кому угодно больным людям слабым на головку людям все было прекрасно все было хорошо просто отлично а вот как только дело дошло до них оказалось что там почти 73 не помню 73 или 74 процента категорически не хотят это делать а в общем количестве 55 процентов медферсонал не хотят ни в какую это делать во Франции и уже они начали играть как они уже сказали что они силовикам делать это не будут то есть например полиции жандармерии делать не будут почему потому что они боятся что полиция жандармерия вместо того чтобы делать это сделает кое-что с ними самими поэтому вопрос такой стоит что вы сами можете легко все это остановить если перестанете грубо говоря слушаться они не имеют права воссечь розгам и ставить в угол у них нет ни одного подписанного документа они вообще не имеют права издавать какие-либо указы приказы распоряжения инструкции нормативы акты ничего не имеют единственное их право это взорить свой бункер и сдохнуть там тихо чтоб нам не мешать жить и это зависит только от нашего коллективного самосознания в этом плане но коллективного сознания не в плане коллективизма стада а в плане сознания осознания того что все мы частица творца создателя выше нас никого нет в этом мире никого над нами нет мы хозяева его и тем более что врана весе как я уже сказал постепенно восстанавливается вот они говорят вот мы сейчас скажем и желающих вагоны маленькая тележка будет пишет александр поэтому придут спросят хотите или нет если нет пошли к соседям те с удовольствием побегут зачем тратить ресурс пустую ну и хорошие новости добавляет александр ваши дети при нормальном давлении будут большие очень большие а вы останетесь такие как есть вы не заметили что это уже происходит что дети намного больше чем мы выше и сильнее нас этот процесс идет потому что равновесие постепенно восстанавливается но они не станут великанами как некоторые думают они будут просто иными физическом плане но количество и качество души всегда остается одним и тем же потому что физическое тело нужно для творчества здесь для выполнения своей роли а роль это создать семью объединиться двум частицам создателя создать семью и родить носителей искры создателя новых чем больше таких детей родится от чистых родителей наделенных душой у которых душа правит всем и заправляет имеет полную волю тем сильнее становится создатель об этом к сожалению мы забыли вернее нас заставили это забыть теперь пора об этом вспомнить время идет ну и задаче добавляет с уважением к вашему труду марат друзья продолжая тему я могу сказать следующее не все так просто как кажется Александру но все часто гораздо божьей ясно и чисто если все вместе объединить в единое то есть надо понимать что есть чисто научная точка зрения а есть факт бесспорный факт того что мы здесь живем в таких условиях когда перемешались несколько теней несколько отражений несколько абсолютно разных миров и к нам к тому же сюда выбросил черти кого и непонятно зачем эти черти кто и непонятно зачем они неплохие и нехорошие они просто совсем другие из своего мира и им здесь тоже не уютно а им сейчас говорят что они соль земли что они те чья жизни имеют право быть здесь их жизни имеют право быть там откуда они сюда попали и они там вполне себе будут жить своей счастливой своей радостной жизнью но никакого отношения к нашему отражению к нашему миру те которые занесло сюда случайно они совершенно не имеют часть их затащили насильственно часть попала совершенно случайно часть я не говорю про конов с конами там все ясно вполне понятно то есть они совсем краткоживущие они соображают у них так сказать процесс мыслительный не идет у них процесс чистой воды на уровне чуть-чуть выше по уровню уклона сознания чем как не знаю по крайней мере собака скажем так умнее поэтому те клоны которые сидят в бункерах которые представляют собой просто воинскую силу это просто расходный материал пушечное мясо и так далее и обращать внимание на них можно только в одном плане спасить у наших так сказать силовиков доколе они будут сидеть в этих подвалах в этих базах в этих швейных фабриках и так далее что они там делают и зачем вы их сюда понатащили они что носки и трусы у себя там шить не могли зачем их сюда надо тащить чтобы они здесь это шили абсолютно причем нелегально с разными брендами хотя там бренд один сделано сами знаете кем сделано сами знаете как то есть вопрос то стоит в том что мы сами открыли широко двери мы привыкли думать и мыслить критериями критериями неправильными критериями ложными критериями потребительского общества где главный показатель это социальное благополучие чего ты достиг а ты достиг великой должности ты сидишь там в этом министерстве в таком красивом кабинете и перекладываешь бумаги туда-сюда а единственная твоя задача это скрасить и получить взяток как можно больше и думаешь ты только о том как вот сейчас ты отсидишь здесь столько-то времени а потом ты купишь дорогой тур слетаешь на Сейшелы и там будешь нежиться под пальмами а вопрос зачем тебе там под этими пальмами сидеть ты же урод убиваешь свою родную землю ты урод позволяешь превращать своих детей в зомби на твоих глазах уничтожают остатки нормальной школы на твоих глазах все это происходит недра растаскивают за бесценок леса вырубают просто так МЧС поджигает леса и потом якобы тушит пожары людей эвакуируют непонятно куда и он чего ждет не будет уже Сейшел и не будет Мальдив просто их не будет понять это надо что их не будет уже у них никогда что за вами эти самые с фабрики вьетнамцы китайцы узбеки я не знаю кто который не узбеки не вьетнамцы не китайцы по своему ролику люди совершенно не поняли что речь не идет об узбеках а совсем других это просто клоны которых произвели здесь же где-то на месте недалеко под видом этих самых узбеков под видом этих самых вьетнамцев под видом этих китайцев конечно есть там какая-то часть которая для вида мотается с большими сумками туда-сюда и деньги ходят отправляют они же должны показывать свою активность иначе что же такое никто никуда не шевелится они там что-то сидят производят на огромных столах за столиками за которыми нормальный человек сидеть не может и спят там на бетонном полу и кушают там же я как-то попал в одно такое место совершенно случайно мне просто привезли и показали сказать а зайти туда понюхать туда зайти невозможно понимаете там они никогда не мылись никогда они там все бросают как поедет так и бросают там под ноги себе и в это входит чёп-шлёп-шлёп ножками там по этой грозит чёп-чёп-чёп за этот стол сели и там строчат сидят и вам это надо уже нет никакой российской текстильной промышленности в том же самом Иваново которая всегда там была кто там есть сейчас и вот эти сидят в кабинетах и говорят они успехов добились в министерствах ведомствах там в банках убого жестокополное сознание человек сидит в банке и считает что он добился всего в этой жизни ничего он не добился он ноль без палочки чистый пшик дурный комок дурного воздуха потому что он душ свою продал за эти там за сиденья и когда он усаживает свою задницу в дорогой автомобиль считает что у него весь мир в кармане какой там мир жалкий раб бессловесный который пикнуть боится когда ковьет начальство зайдет в которого нет ни чести ни совести никаких понятий вообще ни о чем и вот спокойно вы смотрите что это вся нечисть ходит по улицам управляет там издает какие-то приказы указы где у них права почему не спросите где твои права да я не хочу я не ответ всегда должен быть только один нет нет я не буду это делать нет вот единственный ответ который может быть нет не надо на улицу с плакатом ходить скажите прежде всего самому себе нет это намного важнее сказать самому себе нет не надо что я там посылал там смеются крутят пальцем виска я сказал те кто раскрут пальцем виска значит вы на правильном пути хомячок он и должен крутить пальцем виска а как же он же не станет и не признает не скажешь вот да я такой хомячок несчастный стою здесь вот а ты вот прав я себе это сделал я скоро сдохну ну как ему нельзя говорить даже это потому что он уже это сделал неважно это кто был родственник это был или друг это был одноклассник это был неважно он уже все сделал он определил свой статус раб бессловесный все зачем с ним дальше разговаривать вообще с ними нормальные люди потом разговаривать не будут это будет запретно это каста отверженных рабы с ними никто не разговаривает ну ладно на этом я пока этот ролик закончу вот никакие учебники ничего сегодня не стал рассматривать и с вами встретимся как всегда в воскресенье постараюсь вас в воскресенье порадовать и сделать какой-нибудь вам светлый подарок всего вам доброго до новой встречи субтитры